В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. Совсем скоро по всей Украине стартует вступительная кампания в учреждение высшего образования. Подробнее о том, как Национальный университет Одесской юридической академии готовится к этому событию, поговорим с гостями в нашей студии. У нас в гостях ответственный секретарь приемной комиссии юридической академии Евгений Хижняк. Здравствуйте. Здравствуйте. И заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Артем Кройтер. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим о том, когда университет начинает подготовку к вступительной комиссии обычно. Или это круглогодичный период? Приемная комиссия работает круглый год. И вот есть уже первые результаты наших успехов работы приемной комиссии. Недавно Министерство образования и науки Украины опубликовало топ-6 вузов, которые зарегистрировали наибольшее количество желающих сдавать внешне независимое оценивание. И Национальный университет Одесской юридической академии возглавил этот список. Мы зарегистрировали наибольшее количество желающих поступать в магистратуру. Эта цифра составляет 2114 потенциальных студентов-магистров, которые 11 июля и 13 июля будут сдавать внешне независимое оценивание для поступления в магистратуру. Вот уже первые результаты есть в данный момент. Для того, чтобы наши студенты, наши абитуриенты смогли зарегистрироваться в магистратуру, также для того, чтобы помочь будущим 11-классникам, по инициативе президента университета был создан консультационный центр помощи абитуриентам. Вы знаете, что прошлые приемные кампании были несколько проблемными, и эти проблемы были связаны с тем, что поступающие молодые люди не могли зарегистрировать электронные кабинеты, не могли подать документы в электронном виде надлежащим образом. И наш консультационный центр оказывает всестороннюю помощь в этом направлении. Также мы оказываем помощь и информируем наших абитуриентов о том, какие у них есть льготы, какие у них есть права и обязанности, какие у них есть возможности. Можно сказать, что консультационный центр уже и в прошлом году работал, но не официально. То есть консультации же оказывались? Мы всегда рады помочь всем желающим поступать не только в Национальный университет Одесской юридической академии, но и в любой вуз. Как говорится, чужих детей не бывает, поэтому мы всегда шли навстречу и тем абитуриентам, которые поступали к нам в университет, и тем абитуриентам, которые поступали и к нам, и в другие, например, университеты, подсказывали и по специальностям, и как правильно подать документы, и как правильно оформить пакет документов, и какой льготой они могут воспользоваться, и какие у них есть вообще права и возможности. А кто оказывает консультации? На сегодня в консультационном центре створена группа людей, которые ведут консультации за всеми вопросами, что касается вступной кампании 2018 года. Безумовно, это те люди, которые имеют опыт работы в приемной комиссии за минулые годы, и которые вели уже консультации с приводу регистрации электронных кабинетов, с приводу подачи документов. Безумовно, это люди, которые имеют опыт, и опыт, который им позволяет, враховывая певные технические нюансы минулых годов, певные трудности, с которыми удовлетворились вступники, сегодня на основе этого опыта, дать им практические рекомендации и консультации, что до будущего регистрации электронных кабинетов, что начнется с 2 липня. Безумовно, и кроме того, консультационный центр, как уже сказал пан Хижняк, надаёт консультацию с приводу всех квот и возможностей вступников использоваться цими квотами, таким чином, даже переверяючи документы, консультуючи с приводу того, який пакет документов необходимый вступникам, что совершают вступник на основе певных пельговых категорій. Вокремя, это касается и абитуриентов, которые идут по нашему центру Крим-Украина, которые касаются категории квоти номер 2, также коэффициент сельской местности. То есть такая информация, которая дается достаточно в широком обществе и каждый день на все телефонные звонки, на ответы ведутся в Фейсбук, в Фейсбук и на странице приемлемой комиссии. И, безусловно, у нас звертаются люди, которые приходят, вступники сюда, и мы надаём им допомогу, консультацию с приводу всех их вопросов. Это уже относится не только наших, не только тех, которые там цели направленно идут на певные специальности. Мы консультуем с приводу взагалей вступной кампании в 2018 году на все специальности. Студент має можливість отримати повну, вичерпану информацию, студент, вибачте, вступник, має можливість отримати вичерпану информацию щодо умов приема. Давайте тогда обозначим, как можно обратиться в консультационный центр. Вы уже сказали, можно в Фейсбуке. Можно в Фейсбуке, можно на электронную страницу, электронную адресу приемлемой комиссии и, власне, за телефоном приемлемой комиссии. И, безусловно, в приемлемой комиссии мы всех рады витать. И мне кажется, что те люди, которые безусловно приходят, они имеют, знаете, такой контакт с очи в очи. И мы видим этих людей. Среди консультантов, наверное, есть и студенты с опытом работы в Фейсбуке. Нет, это сотрудники академии. Я вот в дополнение тех слов, которые сказал Артем Викторович, те, кто приходят к нам в университет за помощью, да, касаемо, в частности, со 2 июля по 25 июля начинается регистрация электронных кабинетов, то мы таким поступающим предоставляем рабочее место с персональным компьютером, подключенным к системе, всемирной системе интернет, где они могут прямо в Национальном университете Одесской юридической академии создать свой электронный кабинет и подать документы, которые, возможно, будут подать с 12 июля. Ну, о сроках мы еще раз более подробно остановимся. Позже так как бы не запутать абитуриентов. Со 2 июля мы всех наших выпускников школ, которые захотят стать потенциальных студентами не только Национального университета Одесской юридической академии, но и других университетов, мы приглашаем для того, чтобы оказать информационную такую вот помощь. Ну, в принципе, с внедрением электронной подачи документов должна была упроститься процедура. На практике это произошло? Дело в том, что каждый раз мы сталкиваемся с техническими проблемами. Иногда бывает наплыв абитуриентов, что центральный сервер не выдерживает министерский того наплыва поступающих, которые начинают регистрировать электронные кабинеты. У нас, к сожалению, менталитет людей таков, что или 2 июля все сразу начинаем регистрировать, или в последний день регистрировать. Но были в прошлом году такие случаи, вступительная кампания 2017 года, когда в один прекрасный день мы пришли на работу и увидели, что по всей Украине исчезло 20 тысяч заявок из-за технического сбоя. Те, кто, те поступающие, которые не увидели, что их заявка исчезла, они, к сожалению, остались за бортом. Но нам, вот, к счастью, к счастью того, что мы оперативно сработали, показали, озвучили эту информацию в соцсетях. Это по всей Украине такая ситуация была. 20 тысяч абитуриентов, к сожалению, вот так вот оказалось в таких ускорбах. Сообщили всем абитуриентам, и те, кто прочитал их сообщения на нашем сайте, на страничках соцсетей, смотрели телевизионные новости, мы об этом говорили. К счастью, вот вовремя устранили такую погрешность техническую, которая возникла, и они сегодня учатся у нас в университете и с удовольствием учатся, и очень нравятся. Помимо технического сбоя, вот существуют какие-то типичные ошибки, которые студенты, будущие студенты... В эфире студия «Репортер». Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. Совсем скоро по всей Украине стартует вступительная кампания в учреждения высшего образования. Подробнее о том, как Национальный университет Одесской юридической академии готовится к этому событию, поговорим с гостями в нашей студии. У нас в гостях ответственный секретарь приемной комиссии юридической академии Евгений Хижняк. Здравствуйте. И заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Артем Кройтер. Здравствуйте. Давайте поговорим о том, когда университет начинает подготовку к вступительной комиссии обычно. Или это круглогодичный период? Приемная комиссия работает круглый год. И вот есть уже первые результаты наших успехов работы приемной комиссии. Недавно Министерство образования и науки Украины опубликовало топ-6 вузов, которые зарегистрировали наибольшее количество желающих сдавать внешнее независимое оценивание. И Национальный университет Одесской юридической академии возглавил этот список. Мы зарегистрировали наибольшее количество желающих поступать в магистратуру. Эта цифра составляет 2114 потенциальных студентов-магистров, которые 11 июля и 13 июля будут сдавать внешнее независимое оценивание для поступления в магистратуру. Вот уже первые результаты есть в данный момент. Для того, чтобы наши студенты, наши абитуриенты смогли зарегистрироваться в магистратуру, также для того, чтобы помочь будущим 11-классникам, по инициативе президента университета был создан консультационный центр помощи абитуриентам. Вы знаете, что прошлые приемные кампании были несколько проблемными, и эти проблемы были связаны с тем, что поступающие молодые люди не могли зарегистрировать электронные кабинеты, не могли подать документы в электронном виде надлежащим образом. И наш консультационный центр оказывает всестороннюю помощь в этом направлении. Также мы оказываем помощь и информируем наших абитуриентов о том, какие у них есть льготы, какие у них есть права и обязанности, какие у них есть возможности. Можно сказать, что консультационный центр уже и в прошлом году работал, но неофициально. То есть консультации же оказывались? Мы всегда рады помочь всем желающим поступать не только в Национальный университет Одесской юридической академии, но и в любой вуз. Как говорится, чужих детей не бывает, поэтому мы всегда шли навстречу и тем абитуриентам, которые поступали к нам в университет, и тем абитуриентам, которые поступали и к нам, и в другие, например, университеты, и по специальностям, и как правильно подать документы, и как правильно оформить пакет документов, и какой льготой они могут воспользоваться, и какие у них есть вообще права и возможности. А кто оказывает консультации? Сегодня в консультационном центре створена группа людей, которые ведут консультации за всеми вопросами, что касается вступной кампании в 2018 году. Безумовно, это те люди, которые имеют опыт работы в приеме комиссии за минулые годы и которые вели уже консультации с приводу регистрации даже электронных кабинетов, с приводу подачи документов. Безумовно, это люди, которые имеют опыт, и опыт, который им позволяет, враховывая певные технические нюансы минулих годов, певные трудности, с которыми удовлетворились вступники, и сегодня на основе этого опыта надать им практические рекомендации и консультации что до майбутнего регистрации электронных кабинетов, что начнется с 2 липня. Безумовно, и кроме того, консультационный центр, как уже сказал пан Хижняк, надает консультацию с приводу всех квот и возможностей вступников скористаться этими квотами. Таким чином, навіть... Потому что с 10-20 раза он не может еле зарегистрировать электронный кабинет, еле подать документы в электронном виде. Уже всяческая надежда пропадает. У нас есть консультационный центр, который поможет, который окажет всю необходимую поддержку. Тогда давайте еще раз обозначим даты, когда можно регистрировать электронный кабинет и, собственно, подавать документы в Национальный университет, Одесская юридическая академия. Со 2 июля по 25 июля мы регистрируем электронные кабинеты. Все поступающие 2018 года регистрируют электронный кабинет со 2 июля по 25 июля. Подача документов с 12 июля по 26 июля. Это касается подачи документов в электронном виде. Как сказал уже выше Артем Викторович, что несколько подачек документов льготчиков проходят в другом формате. И подача происходит. И с 12 июля по 20 июля для людей, которые вступают на пильговых основах, они подают особенные документы до университета, а также для людей, которые вступают на основе ииспитов и творческих конкурсов. Это что до творческих конкурсов. Они подают документы с 12 июля по 20 июля, включено, до 18.00. И у нас, я бы хотел еще сказать, есть великолепное структурное подразделение, юридический колледж, где учатся самые маленькие выпускники школы, это девятиклассники. Прекраснейшая у них есть возможность получить за три года аттестат по полному среднему образованию и диплом вашего специалиста, который позволит без вступительных экзаменов, без внешнего независимого оценивания перейти в Национальный университет Одесской юридической академии на третий курс без экзаменов из ИНО и быть студентами юридической академии. Прием документов начинается со 2 июля по 14 июля по адресу Академическая 2 Приемная комиссия Национального университета Одесской юридической академии. Все справки по номеру телефона 719-88-00. Кроме того, есть вся информация на сайте Национального университета и приемной комиссии. Спасибо вам большое. Я желаю вам успехов. Я напоминаю, что у нас в гостях был ответственный секретарь приемной комиссии Евгений Хижняк и заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Артем Кройтер. Меня зовут Валерия Володина. Оставайтесь с репортером.